Всем привет! Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера, руководитель дизайн-студии Gradis и преподаватель в школе сурового практика. Сегодня я буду рассматривать жилой комплекс Ленина 8. Однокомнатная квартира, 53 квадратных метра, стоимостью 6,5 миллионов рублей. Так-то на секундочку. Мы видим общее гостевое пространство, спальня и ванная комната. А кстати, планировка неплохая. Кстати, единственная из всех мною рассмотренных более-менее нормальная планировка. Это про первый раз, да. И даже ванная большая, 6 квадратных метров. До этого в квартирах... Сейчас я не поленюсь, еще раз посмотрю. Даже... Нет, нет, не в этой. Вот, например, в трехкомнатной квартире 105 квадратных метров, ванна 4 всего лишь квадратных метра. 4. А здесь в однокомнатной 6. Понимаете? Какая диспропорция, дисбаланс. Но это я не к тому, что здесь нужно меньше сделать, а нужно там сделать больше ванную комнату. Потому что 6 квадратных метров это вообще минимум, минимум для ванной комнаты. И здесь он соблюден. Молодцы! Нету коридоров, но понятно, квартира маленькая. Зашли прихожая, она же такая небольшая проходная зона, но для однушки это нормально. 23 квадратных метра для общего пространства это, в принципе, нормально. И мебель здесь расположена логически правильно, но опять неправильно. Вот этот угловой диван прижат к стене, даже штору не повесить. Ну понятно, что продавцы скажут, так отодвините, так повесите, как вам надо расставить. Да, конечно, мы подвинем и поставим, но если вы начнете двигать диван в сторону, то вы придвинете его к столу. Если вы придвинете к столу, то вы за стол уже не сядете, а значит стол вам нужно сместить. А если вы сместите стол, то вы уже холодильник не откроете. Понимаете в чем дело? Чуть-чуть начинаешь двигать здесь, меняется там. И об этом нужно думать. Но еще раз, расположение нормально, нужно поставить просто другой диван, вот и все. Есть спальня, опять с каким-то диким расположением шкафов. Что это такое? Почему так? Я не знаю. Господи, где ты учился, товарищ проектант? Я приветствую вас на развивающих курсах для молодых мамочек. Всем известно, что мамочки во время декрета начинают деградировать. Что это такое? Почему так происходит? У меня один случай был из практики. Мы делали ремонт в одном помещении. Мы очень долго спорили, ругались с прорабом. Я удивлялся, почему же он такой странный, что с тобой били. Мне сказали, что у меня коронавирус. Не понимающий, не знает как это сделать, не знает как то сделать. А потом выяснилось, что оказывается этот прораб, а он работал у заказчика. То есть у заказчика большая фирма, строители были его. Так вот, выяснилось, что этот прораб не понимает не потому, что он какой-то дурак тупой или какой-то еще. Нет, вполне нормальный, вменяемый человек. Ну фига? Просто он кладовщик. Да, кладовщик. Он к прорабству и к строительству никакого отношения не имеет. А что он там делал? Так просто зарплату ему платят. А что просто так платить? Иди работай. Мне кажется, здесь такая же ситуация. Кому-то платят зарплату, чтобы просто так не платил. Он сидит и эту мебель расставляет. Ребята, ну это чушь какая-то вообще. Просто я не знаю, как это комментировать. Это просто смешно. Унитаз напротив входа. Что это такое вообще? В общем, все переделать. Ну что ж, товарищи. Коллектив большой. Народ квалифицированный. Работа проделана большая. У меня личное сомнение нет. Это дело так не пойдет. Но, друзья, не все так плохо, как я рассказываю. Ну, во-первых, можно ли жить в этих квартирах? Да, конечно, можно. Можно в любой жить. И хорошо, что она есть. Я же рассказываю о другом уровне жизни. О комфортной жизни, как я это вижу. Ее можно организовать с помощью организации пространства. Как это сделать? Нужно сделать перепланировку. Вы можете это сделать сами. А можете обратиться к дизайнеру. Вы можете обратиться ко мне и написать в комментариях или в личном сообщении. И я могу вас проконсультировать. Стоит покупать ту или иную квартиру. Ведь планировка – это основа всей вашей будущей жизни. Ведь с помощью планировки мы пишем сценарий нашей жизни. От планировки зависит, как мы будем двигаться по квартире, как мы будем этим пользоваться, как мы будем друг с другом сталкиваться, где мы будем отдыхать, как мы будем кушать, как мы будем готовить, как мы будем отдыхать, смотреть телевизор, где мы будем уединяться. Сейчас это очень актуальный вопрос для всех. И он очень остро стоит в связи с последними событиями в мире. Ведь мы с вами самоизолировались, сидим дома и как никогда понимаем, насколько важно делать планировку удобной. И уже многие, мне кажется, понимают, что неудобная, непродуманная планировка ведет к конфликтам. Именно об этом рассказывает доктор Лобковский. Вы его наверняка знаете. Знаменитый наш психолог, который вещает на серебряном дожде. Многие семьи, в силу особенностей каждого члена семьи, каждого супруга, никогда не жили вместе вообще. То есть папа – это слепоглухонемой капитан дальнего плавания, мама – домохозяйка. Отца видели по праздникам, но не чаще. Детям показывали фотографию. Он именно об этом и говорит. Даже в самой маленькой квартире должна быть возможность уединения. А здесь я этого не увидел. Поэтому хотите жить счастливо и с комфортом – правильно организовывайте свое пространство. Вы можете заказать проект дизайнеру. Вы можете научиться этому сами. И я с удовольствием приглашаю вас в свою школу. И даже делаю вам подарок. Внизу будет ссылка, где я оставлю маленькие видео уроки по тому, как сделать замеры, как самому расставить мебель. Попробуйте. А после этого приходите учиться в мою школу. Если понравилось видео, друзья, то ставьте лайк. Обязательно жмите на колокольчик. Это поможет вам получать уведомления о следующих видео. Жду, прямо жду, жду комментариев. И особенно от проектантов. Ведь вы придумали, спроектировали и строите прекрасный дом. Он прекрасен со всех сторон. Он расположен в отличном месте. Прекрасная архитектура. Великолепная задумка. Что с планировками происходит? Почему на планировках-то вы отдыхаете, я понять не могу. Поэтому напишите мне, почему так происходит. И напишите в комментариях, какой хотите следующий разобрать жилой комплекс. Да пребудет с вами Муза! Муза. 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 Муза.